Вот что меня абсолютно потрясло, это выражение лица этой древней девушки, как она на нас смотрит. Видите, из глубины тысячелетий. И вот у неё рука, прядь волос она держит, ей служанка помогает. А тут какой-то херувимчик стоит, зеркало ей показывает её отражение, то есть уже зеркала были. А посмотрите, какая ткань на поясе у неё, как пояс складки. Вот, это вилла в Помпеях. И вот если посмотреть по стене их всех, они отсвечивают, к сожалению. Ну посмотрите, сейчас фантастика. Смотрите, читающий мальчик или девочка, я не знаю, читает что-то с большим интересом. Судя по всему, это мама там положила руку на шею, я там, не знаю, педагог. Какие выражения лиц. Это Матрона. У неё совершенно прозрачная ткань, с кладками не спадает, вот эта шаль. И всё это видно, что это очень лёгкая ткань. Тогу, да, как у Матрон Благородных. Дальше у нас идёт служанка, которая отдаляется. Какой у неё, какой-то взгляд у нас. Вот, и блюдо в руках с едой. Как это всё вот просто совершенно, вся эта живопись. Без всякой скидки на время. И потом только вот Филиппо Липпе где-то достиг такого потом совершенства. А вот этот вот с бородой. А дальше потрясающая фреска, вот эта. Не знаю, мне удастся её. Это пьющее вино из рук сатира. Другой выглядывает из двери. И стоит какой-то молодой человек сзади. Ну, в общем, это же вообще сатирическая картина. Видите, какое выражение у этого маска, какая из двери выглядывает. А это коленопреклонённая, какая фигура. И здесь то ли ангел, то ли я не знаю, кто у них там это с крыльями. Это можно сойти с ума. А это какая фигура сейчас со спиной совершенно, совершенная. Это можно сойти с ума просто. Вот это вот. Вот это Помпея. 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 Продолжение следует...